Приветствую вас! Я думаю, что начать нужно с того, чтобы четко и ясно определить, что у вашего мужа есть стратегия, определенная стратегия поведения по отношению к вам. Эта стратегия, в частности, представляет из себя психологическую игру, которая называется «Обдался Сукин Сын» или «ПСС» в сокращении. Я рекомендую вам почитать про эту игру в интернете. Она в интернете есть. И, почитав ее, я думаю, вы придете к пониманию того, что делает ваш муж. Вот. Это, пожалуй, первое. Скажу сразу, что мужчина в какой-то момент, а может быть и всегда, боялся близости и сейчас он начинает бояться, видимо, все сильнее. Ну, тут много и может быть моментов. Вот. Суть все-таки, наверное, не в этом. То есть, это... Ну, это не главное. Это не главное. Не совсем главное. Вот. Дальше. Вы. Вы, на мой взгляд, здесь вынимаете очень резвенную позицию. На жертву. И, на мой взгляд, позиция жертвы здесь заключается в том, что вы никак своему мужу не доносите, не доносите, того факта, что вам, к примеру, ну, допустим, что вам, к примеру, неприятно. Вот. Вы никак не доносите до своего мужа тот факт, что как он поступает, так поступать для вас неприемлемо. То есть, вот вы никак это до него вообще не доносите. Совершенно. Вот. Ну, а он, получается, ведет себя вот так, потому что вы ему, позову ему, в некотором смысле этого слова, да, позволяете так себя вести. И вы боитесь. То есть, это вот тоже такой важный момент. Почему вы боитесь конкретно? То есть, вы принимаете на свой счет то, что он вам говорит. Вот. Это тоже момент, на который вам стоит обратиться. Внимание. В целом, в целом, не видится ваша проблема. Так. Вы пишите. Мой муж, ээээ, меня запилил, эээ, его всегда что-то не убирает, поэтому мы планы. То белье не так машину положило, то посадомойку не так допону. В общем, всегда что-то не так. Мы живем 20 лет, но как-то с годами он становится занудливым. Ну, это характер такой же. Харяк. Харяк. А с годами ему становится все тяжелее, тяжелее. Значит, справляться со своим страхом. Близости, которые у него есть. Другой вопрос. Что, получается, что вы его, безусловно, таким, какой вот он есть, да. Вы его, ну, судя по всему, не принимали. Вот. И это вопрос к вам. А на что, на что вы рассчитывали, чего вы хотели, чего вы ожидали? Что он будет лучше, лучше? Как вот вы думали, как вы думали, а будут обстоят дела? Вот. Это важный момент, конечно. Очень важный момент. Так, дальше вы на него жалуетесь. Вы на него жалуетесь. Просто. Спросите, спросите себя вот о чем. А значит ли то, что он тебя так ведет, означает ли это, что вы, что вы плохой человек? На мой взгляд, конечно, не значит. На мой взгляд. Но отдаете ли вы себе в этом отчет? Вот это то, что нужно и переследовать. То есть, что больше всего, больше всего, сильнее всего, задевает вас в его поведении. Вы ведь не обязаны делать то, что он вам говорит? Вы ведь не обязаны поступать так, как он говорит? Совершенно не обязаны. Но почему-то это делает. Получается, плюс к всему еще терпит и обещает все. И так далее. То есть, это вот тоже вопрос к вам. Такой. Такой. Вопрос к вам. Дальше. Дальше. Так. Когда это происходит два раза, так, я уже не жду его с радостью с работой, а с работой я жду со страхом. Но так вот в тот момент, когда вы это почувствовали, нужно было ему сказать, что я тебя уже не жду с радостью. А я тебя уже жду со страхом только. Опять же, вы ему ничего не сказали. Скорее, скорее, это все ваши чувства, это все ваши эмоции, и вы на них как-то, ну, не особо, видимо, обращаете внимание. Вы как-то вот, ну, не придают им значения. Вот. Понимаете? И именно поэтому человек к вам и относится так. Так. Дальше. Далее. Вы пишите, когда я прихожу из работы, мне дело нечто у них там не так, у кого у них и сами разберутся не маленькие проверки, никакие не выздорове, мне проехать отдохнуть, будет выходной, разберутся, а может, и с вами, то не по-моему. А почему вы, Елена, сравниваете себя, собственно, со своими, так как бы, как можно сравнивать себя ему, ведь вы разные люди. Если вы что-то делаете, это не значит, что он должен или что он будет делать и поступать, соответственно, так же. Так? Дальше идем. Дальше идем. Так. Будет так. Вчера пришел, говорит, почему телевизор в зале, почему пугая кормили, не выдержали мои нервы, я замолчал, замкнулся, настроение, как-то мне стало. Мне плохо дома. Вам плохо дома, потому что вы не отграничиваете себя от него, от него. Так он тоже обиделся на то, что я обиделся, до сих пор не разговариваю. Ну, то есть, у вас такие взаимные ожидания друг от друга, которые ничем не обоснованы. И самое главное, что вы, безусловно, друг друга не принимаете, а в другом отношении не построите. То есть, в какой-то момент вы перестали друг друга восприниматься, не сказали об этом, и теперь из-за этого страдаете. Либо изначально не воспринимали друг друг друга. Как к этому относиться? Исходя из ваших ценностей, не обращать внимания? Нет, не обращать внимания не стоит. Скорее, ну, можно овладеть навыками бесконфликтного общения, которыми вы сможете обучиться, например, при работе с психологом. Вот. И, конечно же, не стоит, чтобы дома вам было плохо. Но для того, чтобы вам не было дома плохо, необходимо ваша ответственность, а не просто стремление угодить своему мужу. Вот. То есть, с мужем, если он играет действительно в ПСС, нужно договариваться с мужем, если он действительно играет в ПСС, необходимо очень четко все прописывать, как что и тогда. С указом это подойдет. Поэтому, кто знает. Может быть, все ваши отношения. Себя уже и жили. Ну, любые отношения, если есть желание, можно гармонизировать. Опять же, это работа. Это работа. Но ключевой момент в том, что этот факт, что ваш муж вас, как вы говорите, запилил, это то, что вы позволяете им это делать. А вот, для чего вы позволяете им это делать. Большой вопрос. Возможно, для того, чтобы потом иметь возможность на него жаловаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам, удачи вам.